Даже не ожидала, что сегодня будет такой яркий. Ребяточки, всем приветики, с вами Ксюша. И, наконец-то, я сегодня делаю ЛД, мой личный дневник. Мне кажется, по нему уже все соскучились. В Инстаграме, в лайке, в ТикТоке мне писали «Ксюша, когда ты сделаешь ЛД?» Это видео очень давно не было на твоем канале, мы ждем. И это будет тема «Коронатайм, коронавирус и карантин». Что же я делала на карантине? А что ты делала на карантине? Пиши в свой ЛД. Готовь ручки, карандаши, ластики, циркули, замазку, наклеечки. Смотрите, сколько у меня здесь всего. И, разумеется, кто вместе со мной будет делать страничку в личном дневнике и выложит это в свой сторис в Инстаграме и отметит меня, я выложу этого человечка к себе в сторис. Ссылочка на мой Инстаграм будет в описании. Не обязательно делать точь-в-точь, как у меня. Сделайте свою, что-то поменяйте. Мне кажется, это будет очень интересно и ярко. Тема в личном дневнике должна быть зеленая, потому что коронавирус, его обычно обозначают смайликом. Этот смайлик, это такой зеленый вирус. Поэтому, как бы он зеленый? Супер. Объяснил вообще. Надеюсь, вы меня хоть поняли. Ну а мой карантин был не зеленый, а насыщенный, такой разноцветный, яркий, вообще суперский. Сегодня вы о нем побольше знаете. Погнали. Так, открываем страничку. В первую очередь нам нужно назвать эту тему, страничку. Она у меня будет называться Corona Time, девочки. Так, я хочу это все сделать на одну страницу. Узнаете чуть попозже, почему. Corona Time я буду писать по-английски. C-O-R-O-N-A. Corona Time. Итак, ребята, надпись готова. И чтобы было более понятнее, я хочу сюда нарисовать смайлик в масочке. Я для этого обведу скотч, чтобы он был кругленький. Вот так у меня получилось. Рисуем масочку. То есть, во время карантина все должны просто носить масочки. И такие глазки торчат из-под маски. Чтоб смайлик был правдоподобный, я его разукрашиваю желтым цветом. Сразу видно, какая тема. Corona Time. А теперь сама страничка. Я тут подумала, можно написать карантин. Не, не слышали. Я сделаю в виде диалога такое сообщение. И стрелочку сделаю сюда, как будто кто-то лягушечке говорит. А лягушка отвечает, не, не слышали. Так, все, начинаем делать. А я беру карандашик. И рисую такие сообщухи. Здесь у нас будет слово карантин. И делаем такую стрелочку. Пишем карантин. Прикольная лягушечка. Клим. Ее выражение лица вот прям идеально подходит под эту тему. Не, не слышали. Лягушечка такая 3D-шная, прям суперская. Дальше у нас будет таблица. Ее нужно сейчас прочертить. Вот так. Там мы будем писать плюсы и минусы карантина. Итак, ребята, когда начался карантин, у меня стало очень много свободного времени. Но я думаю, у вас тоже. И поэтому я переделала кучу дел. И первое, это уборка в шкафу. Ну и в столике тоже. Также я посмотрела очень много фильмов. Я думаю, это сделали абсолютно все. На тот момент в лайке было очень популярно выкладывать разные видео, подборки с фильмами. Кто-то сохранял эти видео, смотрел фильмы. Я тоже так делала. Также я узнала о прокреете. И, кстати, я купила айпад на карантине. Вообще очень прикольно. Я довольна. Я смотрела видео на ютубе, узнавала про прокреет. Также в лайке узнавала про него. В общем, смотрела разные туториалы. Также ко мне приезжала подруга в начале карантина. Машулечка, приветик. Мы с Машкой тусили. С ней было очень много классных видосиков. Ссылочки оставлять не буду, потому что их там очень много. Заходите на мой канал и смотрите. А когда у меня была Маша, мы рисовали целыми днями, с утра до вечера. Какие-то челленджи вообще. И все это мы снимали на видео. Мы иногда даже по ночам не спали и рисовали. Также я научилась готовить. Готовить я начала вот как раз таки тогда, когда у меня была Маша. Мы вместе две такие девочки проходили на кухне и шкользили там, что там в миске засыпали. Я помню, я делала малиновое желе. Сейчас я делаю папа-десерты. Знаете, папа-десерт вообще обалденный. Он как киндер-пингвин. Муа, просто. И еще я делаю до сих пор банановый кекс. Просто обожаю ван лав. Кофе. Моя любимая латте. И обожаю латте со льдом. Я в сторисе в инстаграме даже показывала, какое кофе у меня получается. Я там пытаюсь рисунки всякие делать. Без сливок, чтобы понимали. Видите, ребята, это все плюсы. Если бы я училась в школе, ничего бы не успела. Также я играла в настольные игры с Машей, с папой. Знаете, что круто? Вот мне реально повезло. Перед самым карантином мне подарили собаку. Я прям довольна. Илька вообще моя. И еще я снимала в лайк. Получила там корону. Да, вообще очень довольна. Спасибо всем, ребяточки. Когда приезжала Маша, мы тут столько красились. Я научилась краситься. Рисовала стрелки за 2 секунды. Вот так вот, пумс, пумс, готово. Маша тоже красилась. Наши родители разрешают краситься. И нам было не скучно. У Маши есть косметика, у меня есть косметика. И мы так вот друг друга заимствовали. Мы с Машей посмотрели несколько ужастиков. А оно, я помню. Также я очень много общалась по видеозвонку. Как и с подругами, так и с бабушками. Всем приветики. Так что вот, ребята, плюсы на карантине были и очень много. Это, наверное, даже еще не все плюсы, которые я перечислила. Возможно, я просто их забыла. Так, а теперь минусы. Самый главный минус. Нельзя ходить в кинотеатры. Все закрыто, все перекрыто. Также нельзя гулять. Это вообще жесть. Но можно выходить от дома на 100 метров, вроде бы. Но это, скажите, редко всякий. Даже когда я снимала видео в лайк или в инстаграме, всякие разные сторисы на улице, мне писали, Ксюша, ты что? На улице сейчас нельзя гулять, заразишься. Также были закрыты торговые центры. Это вообще класс, у меня аж дергается глаз, когда я про это говорю. Также очень большой минус. Нельзя нигде было отпраздновать день рождения. По новостям говорили, что торговые центры откроют 17 июня. Я с радостью ждала. Думала, вот на день рождения 18 июня мы пойдем в торговый центр развлекаться. Нет ушки, девочки. Открыли их 27 июля. Июля. Везде нужно было ходить в маске и в перчатках. И самое, конечно, обидное, что была закрыта в школах. Вот это вообще ни с одноклассниками не было. Было, можно так сказать, скучно. Но так как у меня была подруга, мне было не скучно. В этой колоночке у меня все плюсы, в этой все минусы. Я их уже вам перечислила. А вы в эту таблицу можете писать свои плюсы и минусы, потому что карантин у всех прошел по-разному. А теперь, ребяточки, самое мое любимое. Мы будем делать эту страничку, но будем чертить круги циркуля. Эта будет страница очень сложная. Я буду очень долго делать, но я постараюсь. Так, смотрите. Нарисовать большой круг здесь и большой круг здесь. Один круг готов. Теперь нужно нарисовать второй круг ниже. И здесь мы напишем текст. Как можете заметить, у меня новый циркуль. Вот зак вообще обалденный. Мне прям нравится. Он вообще не разъезжается, очень удобный. Сейчас я подпишу эти темы. Ребята, смотрите. Оформляю вторую страничку. Здесь должны находиться вот такие два круга с вашим расписанием дня до карантина и на карантине. Я написала мой день, двоеточие, и написала, собственно, до и на. Нарисовала круги и там написала те действия, которые я делала. Мой день до карантина, большую часть занимала школа, общение, уроки, сон, отдых, гулять. Я ходила очень мало, как можете заметить. Слушать музыку, рисование и YouTube, девочки. Рисовала я тоже немного, в основном на переменах, дома и вообще, можно сказать, не рисовала. А на карантине большую часть я рисую. Следующую часть меня занимает сон. Тренировка, друзья, YouTube, фильмы и уроки. Нам задавали так, в меру. Некоторые даже писали, что очень много, хотя, ну, кому как. Не, ну, может быть, там много задают, но я сразу садилась, делала домашку, то есть не откладывала. И все, у меня было нормальный день, свободный был. Ну и что, ребята, сейчас мне это все нужно ввести черным линиром. И также я хочу раскрасить их в цветные цвета. А после этого мы вместе с вами будем клеить наклеечки. Я уже приготовила цвета для первого круга, который до карантина у меня шел. Так, первое, самое большое, это школа. Закрашиваю таким фиолетовым цветом. Итак, ребята, вот так у меня получилось, очень прикольно, ярко. Теперь складываем следующий круг. Музыка оранжевая. У меня тренинг самая большая. Ребята, вот смотрите, как много у меня занимала школа до карантина. А здесь школы вообще нет. Большую часть здесь занимала рисую, сон и тренинг. Супер вообще. Ну, на карантине тренинг, то есть я сама занималась. Спортзалы закрыты, разумеется. Самое маленькое, это гуляю, рисую и ютуб. А здесь самое маленькое, это уроки. Вот такое расписание мне подходит. А теперь, ребята, самое интересное, это наклеечки. Я много здесь приготовила. Наклеечки я разложила, теперь пришло время их клеить. Пуньк, 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 пуньк. Так, смотрите, объясняю. Эти две лисички здесь стоят около надписи «Друзья». Вот этот радостный щеночек около фильмов и ютуба. Щеночек, который занимается классикой около станка для тренировок. Рисую вот так, лежа я обычно. А вот этот губка-боб относится не ко сну, а вот сюда мы идем. Вот к этому она относится. Это типа я такая стою с поварешкой и готовлю. Теперь мой день до карантина. Этот хомячок относится к школе, разумеется. Это просто мы играем с Эльдиркой в мячик. Здесь я лежу такая около сна, валяюсь. Прикольная собачка, которая высунула язычок, потому что я просто обожаю музыку и гулять тоже люблю. Ну, а вот этот пальчик просто на мой день указывает. Все, готово. Я еще решила вот сюда приклеить такой декоративный скотч. Страничка с ним будет гораздо ярче и интереснее. Готово. Ребятки, смотрите, какая прикольная яркая страничка у нас получилась. Вообще бомба. Здесь разноцветные. Здесь наклеечки разные. Здесь скотч. Вообще очень красиво. Мне еще нравится, как я оформила вот эту надпись. Везде корону сделала, потому что корона тает. Тема получилась очень прикольная. Давайте посмотрим прошлые темы. Все, которые мы сделали в личном дневнике. Первая страничка прикольная, с разными цитатками. Как я заполняла все эти странички, я оставлю ссылочку в описании под все видео. Обязательно смотрите. Это прикольная тоже страница. Здесь я писала все про себя. Следующая розовая тема. Просто балдежная. Следующая тема. Мой айфон. Мой телефон. Голубая тема. Просто бомбезная. Желтая тема. Вообще яркая. Beauty Week. Я здесь делала масочки целую неделю. Ссылочку на это видео оставлю в описании. Ну а на этом, ребята, мое видео подходит к концу. Кому оно понравилось, поставьте лайки. Обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте красную кнопочку. Колокольчик. Чтобы не пропустить ни одно мое видео. Также подписывайтесь на мои два инстаграма. TikTok, лайк и группу ВК. И всем пока.